Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, всем привет! Еще раз представлюсь, меня зовут Незия, или Нейже, и я музыкант. И на мое становление как музыканта очень сильно повлиял и продолжает влиять джаз. И меня занесло так далеко, что сегодня меня называют джазовой певицей или ассоциируют меня с казахстанским джазом. Я в ответ обычно скромно улыбаюсь или просто молчу, потому что, честно признаться, мне это очень листит. Но в то же время это накладывает определенную ответственность. В то же время это дает мне возможность или право рассуждать о музыке. Рассуждать о том, как музыка влияет на нас. Или, в общем, как звуки влияют на нашу жизнь. Так как я выступаю и очень часто встречаюсь с людьми, слышу их feedback о том, что они ощутили после выступления, как на них повлияла музыка. Также я работаю в джазовой школе, и я вижу, как музыка влияет на развитие, скажем, детей, совсем молодых, неокрепших умов. Так вот, музыка или все шумы, звуки, способны влиять на нас с такой силой, что мы сами того не можем себе представить до конца. Музыка способна влиять на ваше настроение, способна влиять на то, как вы развиваетесь, на то, как развивается ваше мышление, может манипулировать даже вами. Это такой секрет, о котором мы не думаем. На самом деле, маркетологи во всем мире уже разгадали эту ахиллесову пяту. И если вы приглядитесь или прислушаетесь каждый раз, когда будете заходить в очередной торговый центр или дорогой магазин, вы заметите, что там всегда играет приятная музыка, она звучит там неспроста. Это специально, чтобы вам захотелось купить что-нибудь вредное или совсем ненужное. Так вот, мы в еде, например, в питании, мы знаем, что есть такое понятие как «junk food» или «вредная еда». Так вот, в музыке, я думаю, тоже есть «junk food» или «healthy music» – это звуки, которые способны влиять на вас негативно или позитивно, или управлять вашими эмоциями, то есть сделать вас грустным, разозлить вас или заставить вас бояться. Это очень легко проверить. Сейчас я поставлю вам пару музыкальных треков, а вы попробуйте прислушиваться к своим ощущениям. Их хватает только криков из окна, криков соседа. Ну, я думаю, это всё на доме шума. Это наш второй дом – это шум офиса. Ух, холодно. Ух, холодно. Ай-бы. Ух… Ух, холодно. Ух, холодно. Ух, холодно. Ну, ух, холодно. Не дробите вставать место, если кому-то стало страшно. Сначала одно, потом, как правило, следует другое Это я для себя последний звук, чтобы немного успокоиться Так вот, по вашей реакции видно, что звуки — это всего лишь звуки, мы даже ничего не видим Но они конструируют целую картину в вашей голове Они контролируют то, что вы чувствуете Страх, гнев, усталость и так далее Так вот, если звуки так сильно влияют на нас, манипулируют нами Как нам научиться контролировать это влияние? Как нам понять, какие звуки вредные для нас, а какие полезные? И сегодня мне бы хотелось понять, каким звуком относится джаз в этом случае И еще бы мне хотелось разобраться, зачем нам джаз в будущем? Зачем нам джаз в эру высоких технологий? В общем, вообще, зачем я здесь сегодня? Ну, перед тем, как начать разбираться, я вам все-таки посоветую Обращать больше внимания на то, какая музыка звучит у вас на фоне Возможно, у вас болит голова, или вы чувствуете усталость или раздражение Просто потому, что по радио стояла слишком громкая музыка, неприятная Или, может быть, у вас неудачно подобран рингтон Так вот, вернусь к джазу Сегодня, к сожалению, джаз, как, в принципе, и классическая музыка, театр, музей Все это вместе, вот так собрали дружные компании И назвали это скучным развлечением Сказали, не-не-не, это все великое Я понимаю, мне нужно читать, ходить в театр Но это как-то не модно Вот на это у меня времени нет Я же все время бегу, я хочу развиваться Но я бы не стремилась и не торопилась делать такой вывод И отбрасывать джаз в сторонку Потому что как мы можем быть уверены, что новые технологии, которые внедряются в нашу жизнь Кто даст гарантию, что эти технологии ведут нас действительно вперед, а не наоборот Что если в погоне за прогрессом мы рискуем стать примитивными Что если мы рискуем потерять способность размышлять самостоятельно Что если наше общество в будущем разделится Как это было классовое разделение Но в будущем произойдет разделение интеллектуальное На тех, кто сможет адаптироваться под новые технологии, условия И на тех, кто выберет использовать готовые продукты этого прогресса Так вот, к чему я все это веду? К тому, что быть умным, возможно, в будущем будет не просто модно Быть умным придется для того, чтобы выжить И при чем тут джаз? Может быть, я вас удивлю, но джаз — это сложная музыка А сложное восприятие всего сложного, переработка всего этого Позволяет нам сохранить способность мыслить Вот так просто можно выбирать музыку посложнее И не то петь в конец Дело в том, что наш мозг отказывается воспринимать все сложное Его природа такова, что он всегда нацелен сэкономить больше, потратить меньше То есть это не вы ленивые, это мозг зараза Это очень легко проверить Пару примеров Что вы выберете, если перед вами, вот вы с работы, вы устали Вот вы прям такой, какой вы есть, естественный Если перед вами стоит готовая горячая лапша быстрого приготовления Которая вредная, но она вот уже, она готовая Либо тесто, которое оно менее вредное, но оно суровое, его надо готовить Я думаю, выбор очевиден Что вы выберете, если вас попросят подняться на крышу высокого здания Так скажем, этажей 9-10 И скажут, вот лифт и вот лестница Что вы выберете? Конечно же лифт И таких примеров можно приводить огромное количество Это мелочи, с которыми мы сталкиваемся каждый день Так устроен наш мозг Так устроены мы И как ни парадоксально, но наше стремление к прогрессу Стремление к тому, чтобы упростить нам жизнь Является главным мотиватором или главным стимулом для развития Поэтому вот это вот ускорение и упрощение всего, оно неизбежно И музыка не исключение Но как же связана музыка и то, как мы мыслим? Как это связано? Дело в том, что умение слышать звуки и разные шумы Складывать их в одну единую композицию, в песню То есть умение слушать песни и слышать разные звуки в этой песне Это приобретенный навык Люди не рождаются с такой способностью Поэтому какая-то часть людей трепещет от музыки Баха А какая-то часть просто не понимает Для них это ничего особенного И вот еще проще, чтобы понять, как это работает Знаете, раньше очень модно было играть в такие стереокартинки Где очень-очень много мелких повторяющихся рисунков Ты долго-долго смотришь и потом видишь заколдованное послание тебе Так вот, это тоже просто люди делятся на тех, кто способен различить И нет, я, честно, ни разу не видела, что там спрятано Слава богу, с джазом как-то все обошлось Так вот, наше умение различать звуки, слушать музыку Это такой же навык, как говорить на иностранном языке Как читать или плавать Именно не хочу никого обидеть и ни на что не намекать Но можно сделать вывод, что ваше предпочтение в музыке Так косвенно намекает на ваши способности Или на то, на каком уровне интеллектуальном вы сейчас находитесь Вот почему говорят Джаз — это музыка для интеллектуалов Ну, давайте сейчас это проверим Я поставлю вам небольшой отрывок, и мы послушаем Отрывок, который мы послушали Это даже не целое произведение Это лишь небольшой фрагмент Если быть точнее, то это соло Или, по-другому сказать, это импровизация И вот второй, наверное, пойнт Или такое очко в сторону джаза Это умение импровизировать Вы спросите, зачем нам в будущем вообще импровизировать Все и так уже Все машины давно просчитали В понедельник проснусь у меня в холодильнике Там, не знаю, уже меня ждет готовая еда Так не тут-то было Дело в том, что С чем сталкиваются музыканты во время импровизации? Как не отстать от ритма? И как быть на одной волне С другими членами команды? Так вот, если сделать, провести параллель То с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день Или будем сталкиваться еще чаще в будущем Как нам не отстать? Как нам быть на одной волне с техническим прогрессом? И именно способность импровизировать Быстро реагировать, принимать решения Находить выход из сложной ситуации Особенно если вы ошиблись Грубо говоря, накосячили Или если вы зашли в тупик Именно импровизация Такой небольшой навык Который, возможно, вам поможет Справляться с сложностями в будущем Или даже уже сейчас Именно поэтому, если Усмотрели когда-нибудь интервью Таких самых мостовитых джазменов У них спрашивают Как по-вашему, что такое джаз? И я слышала такие ответы Что джаз is a state of mind То есть я раньше никогда не понимала Что это значит На самом деле это сейчас понятно Джаз это просто способ Или такой вариант мышления Так вот, перейдем еще к небольшому тесту Сейчас я вам поставлю один музыкальный трек Который я разделила на три части И во время того, как вы будете слушать Попробуйте ответить Сколько композиций вы услышите То есть посчитайте Сколько композиций по-вашему прозвучит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И третий Ну вот, мы прослушали три фрагмента Мне нравится ваша реакция Спасибо Так вот, если вы ответили на вопрос Сколько композиций прозвучало Если вы дали ответ три То вы ответили верно Если вы дали ответ одна композиция То вы тоже ответили верно Дело в том, что это все одно произведение Но только исполнено Тремя разными музыкантами Звучат они абсолютно по-разному И из этого получилось Три разные версии Которые равноправны И каждая из версий считается Новой композицией Мы прослушали с вами Body and Soul Первый отрывок в исполнении Тони Беннета Второй Великая Билли Холидей И третий фрагмент был Моем исполнении Спасибо В чем же вся фишка? В том, что Как происходит так, что Одно и то же произведение Звучит по-разному Это все, конечно, зависит от музыканта От того, что он вкладывает И что он хочет рассказать Ведь джаз — это Самовыражение Самый главный принцип джаза — Это иметь свое мнение Иметь свою точку зрения Такой как бы Стоит такая задача все время Создать что-то новое Из того, что и так уже все знают Вот уже все сыграли Уже ничего невозможно придумать А я взял и придумал А я взял и ноту сыграл Чуть-чуть раньше Или чуть-чуть позже Сыграл не слева направо А справа налево Вот именно в этом и есть Вся прелесть джаза Именно этот навык Или эту традицию Я думаю, нам можно захватить с вами Будущее Почему? Как же нам это пригодится? Потому что, представьте В мире, в котором уже все есть Человек, возможно, столкнется С вопросом А что же дальше? Что же мне придумать еще такого? Вот все уже есть И вот в этом случае Джаз нам намекает Или напоминает О том, что все новое Это лишь еще одна вариация старого Как выход из положения Это был второй поинт В пользу джаза Если отойти от технической части Так скажем, здравой Джаз — это, конечно Одно из самых романтичных Направлений вообще в музыке Это одна из самых романтичных Поэзий, которая может быть Которая была написана И он, конечно Отвечает за эмоции Я сейчас Рискну Или позволю себе Спеть еще одну Небольшой отрывок И показать вам Свою, наверное, историю Или свое видение Спасибо Спасибо Я не знаю, насколько получилось у меня Заставила я вас почувствовать себя Немного грустно Обычно люди на моих концертах плачут Но если вдруг что-то в вас пробудилось Значит, я все-таки неплохо пою Либо это еще говорит о том Что вы чувствуете О том, что вы романтичны И это очень хорошее чувство Которое спасет вас в будущем Я прям в это верю Потому что представьте Что все настолько станет реальностью Что роботы будут жить рядом с нами В повседневной жизни Будут внедряться все больше и больше В наш быт И как же нам тогда Понять, где репликант А где человек И вот я думаю Ученые Они смогут сымитировать И поработать над всеми Недочетами и проблемами Будут дальше и дальше Усовершенствовать Так скажем Роботов Но единственное, что они не смогут Подделать Это эмоции И чувства То есть Быть романтиком Быть немного Более чувствительным Это значит быть человеком И джаз Это Наверное Одно из самых волшебных Вообще не знаю Направлений в музыке Это та штука Которая вытягивает из вас Чувства и эмоции И заставляет вас Почувствовать Что вы живы И так плавно Я подошла Наверное К концу Своей речи Я не знаю Что будет в будущем Мы можем только предполагать Возможно Люди вообще перестанут Слушать музыку И вся музыка Превратится в один большой шум Возможно Мы будем жить в мире Бесчувственных машин Но Я думаю Именно тогда Когда мы всего лишимся И будем так далеко От этого тепла Чего-то настоящего Нам как никогда Захочется послушать джаз Я не знаю Если вы Видели фильм Бегущий по лезвию И там есть такой момент Когда главный герой Включает музыку На самом передовом проигрывателе Того времени И что вы думаете Этот проигрыватель Из него появляется Голограмма Фрэнка Синатры Короля джаза И я думаю Что это такой Свообразный намек Возможно От режиссеров О том Что Гении музыки Они давным-давно Уже нашли ответ На те вопросы Которые мы только задаемся И что возможно Классика Так скажем Музыки Это такое послание Всем будущим поколениям И Я не знаю Получилось ли у меня Завлечь вас Побудить вас Как-то послушать джаз Или лишний раз Убедиться в том Что да Джаз Это здорово Это совсем не скучно Это просто Немного сложнее И знаете Я была как-то в цирке На выступлении Дрессировщика львов И шоу было ужасно скучное После 15 минут Потому что только львы И только дрессировщик Но шоу было долго Целый час И вот в конце Он вышел И сказал Я очень люблю Свою работу Потому что Все что сложно То красиво И вот Я думаю Нам всегда будет Что-то сложно Одинаково сложно Думать о том Развивать Как развивать Своё мышление Одинаково сложно О том Как развивать Свои чувства Или контролировать их И вот Я вам поставлю Напоследок Композицию В которой Наверное Вопрос такой Что сложнее Признаться в любви Или отправить Ракету в космос А вдруг Это будет Главный вопрос Будущего Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...